Острые лезвия справляются с зарослями травы за считанные секунды. Эта территория на проспекте Кирова ни за кем не закреплена, но без внимания не осталось. Районная администрация наняла подрядчиков, чтобы навести здесь порядок. Местные жители такому вниманию рады. Амброзия каждый год превращается в большую проблему, особенно для аллергиков. Конечно же, это очень приятно. С таким злом, как амброзия, нужно бороться в любом случае. Это здоровье наших детей, и наше с вами здоровье. Все работы по покосу травы в районах под пристальным контролем муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Специалисты внимательно следят, чтобы от косарей не скрылась ни одна травинка. В данном случае мы штрафные санкции не применяем. Мы договариваемся с подрядом организаций для того, чтобы они все-таки качественно выполняли эту работу. В противном случае без нашего согласования не будут произведены оплаты за выполненные работы с заказчиком. Траву косит не только на территориях возле школ, больниц и детских садов. После дождей новую поросль продолжают убирать в парках, скверах, на бульварах и вдоль дорог. Работа выстроена по четкому графику. Бригады передвигаются по всему городу. В этом году особое внимание отдаленным районам. Участки, где еще не ступала нога косаря, теперь тоже стоят в планах на покос. В текущем году предприятие уже не делает различий между отдаленными районами центральной части города. То есть газоны, они везде придорожные. И для отдаленных районов те же требования по покосу, те же кратность, та же периодичность, как и в центральной части города. Косить траву в городе будут до начала осени. Сообщить о территориях, где требуется провести покос травы, самарцы могут в Департамент благоустройства и экологии, в районной администрации или управляющей компании. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События.